Работы Бориса Полянского впервые украсили Пущинский выставочный зал. 8 июня состоялось торжественное открытие экспозиции. В этот день зрители познакомились не только с творчеством автора, но и с ним самим. Борис Полянский с отличием окончил отделение живописи Нижнетагильского училища, а графики учился в Суриковском институте. Много лет работал в издательствах, иллюстрировал книги, журналы. На выставке представлены картины последних лет. Борис Полянский пишет маслом, акварелью, использует в работе белило и уголь. Даже обычная гелевая ручка становится волшебным инструментом в руках автора. Он для меня что-то открывает. То, чего я не замечал, а посмотрев на его работу, начинаю замечать. Например, как красивые бревна, как это вообще все живописно. Я вообще считаю, что он как-то очень глубоко смотрит туда, куда уже люди не привыкли смотреть. Часто ли мы замечаем, насколько удивительен окружающий нас мир? Люди постоянно куда-то спешат, словно догоняют ускользающую жизнь. А она здесь и сейчас. Стоит только замедлить шаг, и человек начинает подмечать то, чего не видел раньше. Как прекрасен вид из окна, как грациозно и вальяжно проходящая мимо кошка. Один из талантов Бориса Полянского – находить прекрасное рядом. Его работы дают возможность увидеть это и другим. Вот мост, нависающий над гладью воды, а вдалеке церквушка. А здесь сельский двор, озаренный лучами солнца и словно согретый причудливыми красками. Картины автора наполнены умиротворяющей красотой, спокойствием, тишиной. Очень понравились все работы, особенно пейзажи. Прямо хочется туда войти, побежать, оказаться. Хотя краем уха слышала, что вы не то что подсмотрели, с натурой писали, а где-то фантазийно работали даже с ними. Спасибо вам большое. Графические работы художник рисует с натуры, а вот картины маслом автор пишет в мастерской. В них гармонично переплетаются впечатления от увиденных ранее мест и фантазия Бориса Полянского. Я даже начинаю когда рисовать, я даже не знаю, что я нарисую. Просто вдохновение приходит во время работы. Я начинаю хаотично палитру брать, замажу и как коряги что-то увидел. И начинаю уже разрабатывать, разрабатывать, и появляется что-то неожиданное даже для меня. Я заранее никогда не придумал. Живопись на меня именно превратилась, вот эта импровизация на ходу. Все, сложный мазок, и вот когда я в мастерской наберешь краску, я даже сам потом этот мазок уже не смогу повторить. Это не вот это самое привлекательное в этом. Натюрморты художника поражают своей реалистичностью. Например, аппетитная рыбка с лучком и лимончиком. Если задержаться у этой работы на какое-то время, воображение разыгрывается до такой степени, что можно даже почувствовать, как пахнет поданное автором блюдо. Работа Бориса Полянского буквально пропитана любовью. Любовью к природе, любовью к деревенским подворьям, русской культуре, любовью автора к своему делу. Его картины не только приносят эстетическое удовольствие, но и наталкивают зрителя на размышления, переживания. Если постоять возле его работы, так понимательно посмотреть, то на самом деле действительно что-то меняется в душе. Становится спокойней, душевней. И как-то так тянет на природу. Хочется как-то из города уйти, побыть на природе, расслабиться. Описать все работы автора и впечатления от них – непосильная задача. Ведь одну и ту же картину зрители видят по-разному. Для того, чтобы сформировать личное мнение о представленной выставке, достаточно ее посетить. Анна Лихачева, Сергей Воронков, Тимофей Акимов, ТВС, Пущино.